Музей на выставочном комплексе 5 октября открылась выставка московских художников объединения московский стамп традиции новаторства. Основой экспозиции составили работы семи известных московских графиков из Московского союза художников. Это Михаил Коновалов, Ольга Богомолова, Владимир Щербинин, Александр Воробьев, Сергей Гонков, Александр Кулемин и Александр Ветров. Особенность этой выставки в чем? Здесь представлены фактически все виды печатной графики. Это литография, афорт, ксилография гравюру на дереве, гравюра на пластике, идет как афорт, глубокая печать тоже, и линогравюра, классика. И каждая техника, она определенный характер создает. То есть можно сделать из одной точки одно и то же изображение, и получится совершенно работать по почерку. Ну, конечно, художники разные, имеют каждый свой стиль. Произведения этих талантливых авторов не раз украшали стены ведущих музеев столицы и крупных выставочных залов России. И теперь работа художников представлена в Большом зале музейно-выставочного комплекса. Тут определенная тема, через которую художник передает свое отношение к миру, чем он увлечен, что волнует его душу. Очень видно хорошо. Истамп возник с появлением бумаги, и благодаря относительной легкости и дешевизне тиражирования быстро завоевал популярность. Если в Петербурге истамп существовал уже несколько веков, то в Москве к нему всерьез обратились лишь в начале прошлого столетия. Тем не менее, он сразу стал здесь явлением самобытным и оригинальным, что позволило говорить о наличии московской школы из Тампа. У меня классический цветной афорт с двух досок. С одной доски цветная печать и классический черно-белый. То есть то, чем занимались Рембрандт, Дюрер, Гоя, это все травление кислотой азотной. То, что не очень полезно, но зато получается чистый штрих при отравлении. Кислотой получается чистый штрих, когда я по лаку провел линии, потом я протравил, лак смывается, получается форма, и когда ты краской забиваешь, получается оттиск. И именно азотной кислотой, когда ты травишь, получаются тонкие линии, изящные именно характера форта. Александр Ветров представил несколько картин, например, «Дом детства» и работу, посвященную Дмитрову. Во всех техниках большую, огромную роль играет технический аспект. То есть приготовить доску либо продольную, либо металлическую доску, либо камень литоградский. Все должно быть сделано очень основательно и со знанием дела. Потому что это материал, например, я делаю доску, я полирую идеально. Надо обезжирить хорошо, покрыть хорошим лаком. Потому что я гравирую где-то, ну и бывает месяц, и бывает, а если догравировываешь полтора месяца, гравируешь. Вот, например, Дмитров, который здесь, мы были здесь в 1994 году, мы свала, вот это увидели, старые дома еще были, вот сейчас уже сказали, и уже их нет. Вот. И печи затопили, и дымы шли прямо, потому что был большой мороз, ну как большой, 20 градусов. И дымы идут прямо вот совершенно. И вот меня это поразило, и я делал. Примерно я делал афорты 22 дня. Произведения грандов отечественной графики, работавших в начале прошлого века и творящих по ныне в московском эстампе, прославили не только Московский Союз художников, но и культуру всей нашей страны. Я работаю в технике гравюры. Гравюры на дереве в основном, но в этой экспозиции, которая на стене, напротив, в этой экспозиции есть еще и несколько гравюр на линолеуме. Ну, буквально две. А в основном, вот в сегодняшней жизни, я предпочтение отдаю дереву. Это очень органичный материал. Он настолько хорош, что, конечно, возвращаться к линолеуму уже просто невозможно. Линолеум – это более ранние гравюры, а дерево – это то, чем я занимаюсь сейчас. Работы, которые представлены здесь, отвечают нашей общей теме. Тема нашей выставки – традиции и новаторства. Здесь есть и то, что непосредственно является нитью, связывает нас с прошлым, нашей истории, нашей культуры. И то, что одновременно является продолжением и развитием, то есть тем самым новаторством, о котором мы также заявляем в своей теме. Станковая графика, которая относится и там, самостоятельна по назначению форме. Он не включен в ансамбль книг, альбомов или в контекст общественного интерьера, как, например, плакат. Эти произведения печатной графики обогащают музейные и выставочные коллекции экспозиции и служат прекрасным украшением интерьера. Это не первая наша выставка. Мы уже делаем третью в этом цикле. Значит, причем в той же команде художников, что очень ценно и важно. У нас семь человек. Одна из наших первых выставок была, вернее, первая выставка была в Москве в зале Академии Андрияки. И тоже она имела это же общее название, традиции. Ну, инноваторство подразумевалось и тоже, так сказать, там входило в составную часть. Потом мы делали выставку в Солнечногорске. Мы, собственно, и хотели сделать такой передвижной цикл. Естественно, работы мы меняем, то есть они не повторяются, потому что нам самим неинтересно одно и то же. Мы, так сказать, развиваем тему. И надо сказать, что здесь вот у меня представлены даже работы вот именно 22-го года. Несколько работ 22-го года, несколько прошлого года. То есть достаточно современные вещи. Ну, так всегда хочется вот сделать и показать людям то, что вот сейчас, чем ты сейчас живешь и что ты сейчас переживаешь. Выставка объединения «Московский стамп. Традиции. Новаторство» будет работать до 27 ноября. Так что не упустите возможность и оцените мастерство московских художников.